О спорт, ты жизнь. Эта знаменитая фраза как нельзя точно характеризует тех, кто посещал в течение всей зимы тренировки по футболу в районе Кристины. Под управлением опытного тренера спортсмены проводили полноценную тренировку с разминкой, различными упражнениями и, конечно же, игрой в футбол. Представители футбольной команды сеньоров остались очень довольны сезоном. Я вообще с первого дня, когда было объявление в газете, была заметка столицы, что для сеньоров будут какие-то тренировки во флору проводят. Ну и просто захотелось вспомнить молодость. И пришел, и да, понравилась очень хорошая инициатива. Здоровье, силу, бодрость. И я выхожу отсюда, такая наполненная всей энергией. По окончанию сезона тренер подвел итоги и отметил, что все спортсмены показали неплохие результаты. Однако всегда есть куда стремиться, поэтому выразил надежду, что в дальнейшем тренировки продолжатся. А футболистов и футболисток, поскольку, как оказалось, дамы вполне готовы попробовать свои силы в этом виде спорта, прибавится. Пожилые наши спортсмены у нас делают все так же, как и юные воспитанники. Также учатся, слушают, выполняют упражнения. Мне очень нравится с ними работать. Они сами заряжаются, и меня заряжают энергией. 2023 год движения. И с окончанием зимнего футбольного сезона для наших сеньоров спортивные мероприятия не заканчиваются. В каждом районе города уже запланированы различные активные мероприятия на свежем воздухе. В том числе, где можно будет и поиграть с мячом. Что касается района Кристины, то как только станет потеплее, в парке Левенру начнется 12-й сезон весенне-летних тренировок для пожилых жителей района. Так что обязательно свяжитесь с вашей районной управой. И поинтересуйтесь, где и когда состоятся как спортивные мероприятия в районе, так и различные концерты и фестивали. Или же загляните на странички управ в социальной сети Facebook. Вадим Малышкин, Юрген Фогель, Роман Васильев. Новости Таллина.